И я благодарю Вам за Ваши молитвы. И я прошу Вас, продолжайте молиться о мне. На прошлом летом я попросила у Бога, Боже, если это Твоя воля, если Ты хочешь, чтобы я продолжала это служение, тогда позаботься, чтобы в Библии были. Потому что наша главная цель в нашем служении за 46 лет чтобы подавать Библии в те страны, где Его мало, где Слова Божьего мало. И я сказала, Господи, помоги мне, чтобы распространять эти Библии дальше. И на Украине делаются детские лагеря. И эти лагеря начинаются с мая. И в многих разных местах по Украине аж до сентября. И некоторые молодежь приезжают, чтобы помогать со Штатов. И они русские или украинцы. И я очень была благословена на это, прошлого лета. Приблизительно 20 человек молодых, которые вместе с Ричардом еще ездили по многих местах на Украине. И мой муж для них как бы лидерствовал в Слове Божьем. И они говорили, сказали мне, мы хотим поехать с тобой, где вы раньше ездили. И они помогали в этих детских лагерях. И некоторые лагеря имели по 100 детей. А другие было 200, 300 и даже больше. И каждый из этих лагеров церковь там же, где был тот лагерь, помогала пищу, ну, там и кормили их, и место, где они там были. Но все, что им очень нужно было, на что они полагались, это детские Библии. Или просто даже Библия взрослая. И перед тем, как я улетела на Украину, Бог чудесным образом дал эти Библии. Мы смогли приобрести 5000 Библий. И каждая Библия была 5 долларов. И все эти пожертвования, и другим образом мы просто собрали эти деньги, чтобы купить эти Библии. Мы купили еще 2 тонны Библий. Полных Библий. И это большинство в селах, где на восток Украины. Я благодарю вас также, что вы в этом помогали. Я хочу прочитать из Ефесян, 6 глава, и читать в verse 10 through verse 18. И я хочу назвать месседжение, которую я хочу поделиться сегодня «Спиритальная война». С 10 по 18 стих. «Поделись». my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, take in the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one and take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all saints. Это Ефесянам 6 с 10 по 18 стихи. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облеггитесь во все оружия Божие, чтобы вам можно было стать против кознедьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, мира, тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружия Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресло вашей истинною и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божье. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Написано, чтобы быть сильным в могуществе силы Его. Как мы можем быть сильны в Его могуществе? И почему нам нужно быть сильным в Его могуществе? Прежде всего, прежде всего, быть сильным в Боге это быть сильным в Духе Святом. Дух Святой укрепляет нас. Дух Святой дает силу быть сильным. Написано, что когда я слаб, тогда Он силен. И причина, почему Бог хочет, чтобы мы были сильны в Боге, потому что мы постоянно в духовной войне. Каждый из нас в духовной войне. Хотим ли мы этому верить или нет. Но каждый день мы продолжаем быть в духовной войне. В другом месте написано, что мы не воюем против крови и плоти, но против властей и тьмы века этого. И все это, идет против тебя. Это не против того, с кем ты воюешь. Ты думаешь, я воюю с этим человеком. Или ты думаешь, я имею определенный воюем в работе. Или в школе. Или может быть какой-то власть. с какой-то властью. Но Библия говорит, что наша брань не против крови и плоти. Но против начальств и властей поднебесных. это власть и та сила врага, которая отекует нас разными путями. И Господь говорит нам, надень все оружие, не какую-то часть оружия. Когда солдат выходит на войну, он должен полностью надеть все оружие. Он просто не может надеть какие-то обувь. Но он должен быть специальные обуви. Он должен быть специальным униформом. И еще шлем ему нужен. и ему нужно меч. И Библия говорит, надеть все оружие. Это духовно. Говорит о все оружие Божьем. И прежде всего он говорит нам надеть надеть припоясавше чресло ваше истинною. То есть не иметь никакой обман. В мире так много обмана. И люди думают, я что-нибудь придумаю. И это обман. И мы слышим так много обмана вокруг нас. И Бог говорит, надень праведность. Ходи в истине. Говори правду. Не говори неправду. Говори только правду. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Он есть правда. Он есть единственная истина и в нем нет обмана. Иисус хочет, чтобы всякий обман был удален от нас. Просто противостать всякому обману. И взять это одно какое-то все оружие праведности, истины, и ходить в правде и в праведности. Мы один раз ездили в Румынию, и наши дети были с нами. И мы говорили, не говорите неправды нашим детям, говорите правду. И когда мы пришли на границу, и мы с детьми, говорили им, если вас вдруг будут что-то спрашивать на границе, не говорите неправду, скажите правду. И в те годы, когда время, то обычно это еще было коммунизм. Мы возили детей уже в Румынию, в Югославию, в Венгрию, но еще не в Россию. И мы переехали в Румынию. И нам говорили, чтобы мы заполняли документы на границе. И когда мы приехали, и таможенники нам сказали, чтобы мы все вышли с машины. И мы думали, нам надо выйти и сделать документы. И один из этих таможенников взял мою дочь. Моя была 10-11 лет. И он взял ее за руку и начал с ней идти. А я за ними. Ну, я хотела вместе с дочерью пойти. Он сказал, ты не можешь с нами идти вместе. А я следовала за ними, сзади. И они привели его здание одно. И начали спрашивать у нее вопросы. И когда он спрашивал вопросы, я говорила, Господи, дай ей твои ответы. Потому что нельзя было в то время привозить Библии в Румынию. Они могли тебя арестовать или просто отправить назад. И этот таможенник начал спрашивать Лию. Он сказал, почему ты приехала сюда в эту страну? И мы сказали, что мы едем посещать церковь в той стране. Приехали посещать верующих. И мы говорили, говорите правду детям. Но дайте ответы детали. Только то, что спрашивают, то отвечайте. И Лия такая драматическая немножко. Она все расскажет. И спрашивает у нее, почему ты здесь? И она говорит, ты же румын, да? А он говорит, да. Она говорит, ну мы приехали посещать румынов. И он спрашивал другие там вопросы. И она ответила один раз, что меня просто шокировало. Я бы по-другому ответила. Я бы сказала, мы приехали посетить церковь. Мы приехали посетить верующих. Но он Лию спрашивал. И Дух Святой давал ей ответ. И этот таможенник спросил, что твои родители имеют в машине? Потому у нас был большой автобус. И он был полностью забит Библиями. Мои родители имеют много вещей. И я думала, теперь у нас точно проблемы будут. Он спрашивает, у вас есть книги? Она сказала, у нас много книг. Я думала, это точно, я думаю. И он спрашивает, а какие книги? она так подумала минутку. Она начала отвечать, у нас книжки про математику, книжки математики, книжки про природу, книжки про всякое чтение, еще про разные характеры. Вы знаете, мои родители, они обучают дома. О, эти книги, он спросил, эти книги можно. И он пропустил ее. Она вернулась к нам. И потом, когда ее отпустили, взяли нашего старшего сына. И в другое место его взяли. И я тоже вдали стояла, но я слышала. И те же самые вопросы его спрашивали И я просто была превознесена как Божья сила и Дух Святой. Как Дух Святой дает силы, даже маленьким, когда они доверяют Богу. И даже И ответил так же само как Лия. Он даже не слышал, что она отвечала. Он даже понятия не имел, что она ответила. Но Бог дал то же самый ответ. Бог хочет, чтобы мы ходили в праведности и ходили в Его истине. И еще также написано, чтобы мы оделись в броню праведности. Ходить в праведности. Не в земных греховных путях этого мира. мир хочет, чтобы мы с ним на компромисс шли. Мир хочет нам сказать, что можно с этим согласиться или с другим чем-то. Но Библия говорит нам, что не делать. И когда мы идем на компромисс с мирскими желаниями, с каким-то греховным, это отбирает праведность. Это отбирает наш путь пред Господом праведный. Знаете, Бог наш есть праведный Бог. И Он хочет, чтобы мы ходили в правде. чтобы мы ходили в путях истины. Он говорит, наденьте, облекитесь в броню праведности. И также обуть ноги в готовность благовествовать мир. Я вчера посещала одну семью. И я была в шоке. Как молодой парень обращался к его отцу. У него был сын. И жена там была с ним. Но столько ненависти выходило из этого молодого парня. И он такой негатив говорил. ненависть говорил. И он говорил, я просто дрожнюсь своим отцом. Просто такие противные вещи говорил в адрес своего отца. И я остановила его в конце концов. Ты говоришь только негатив. не сказал, ты ни раз не сказал что-то хорошего в адрес твоего отца. Ты вообще хорошего ничего не сказал. Ты должен это просто очистить со своих ума. Тебе нужно очищение в крови Иисуса. Тебе просто нужно противостать этим всяким противным вещам. Есть вещи, которые ты не простил. И ты ходишь в этом непрощении. В этих обидах оно строится в твоей жизни. эта горечь просто корявит тебя. И не только тебя это портит твою душу. это разделяет тебя с Богом. Это тебя разделит вечностью. Я сказал тебе нужно меняться. И я сказал единственный путь только через Иисуса. И Иисус хочет, чтобы мы имели наши ноги, чтобы они были готовы, куда мы бы не пошли, чтобы мы говорили добро, чтобы мы провозглашали жизнь и не смерть, и говорить только добро, чтобы не приносить какое-то зло, чего-то негативного не приносить, но чтобы мы приносили доброту, чтобы наши ноги несли доброту, я никогда не забуду один раз, когда мы возили Библию в Россию, и мы были останавливаны на границе, и все уже прошли через границу, кроме меня, Ричарда уже пропустили вперед с другой командой, я думала, что его пропустили, у нас было где-то 35 человек в команде, и все прошли без проблем, и мы говорили им, не берите Библии, если только Бог тебе сказал, чтобы взять Библию, Библию, но ты должен быть уверенным, что Бог сказал, не делать из этого какое-то приключение, потому что если это не твое призвание, пожалуйста, только не делайте, и эта команда пойдет посещать город, и когда они по городу пойдут, Ричард и я были встречаться с теми людьми, которых мы уже знаем, и они пропустили всю команду, кроме одного мужчину, он был перед мной, я была последней, и этот мужчина немного расстроился, он был очень нервничал, он уже был старше где-то в 80-х годах, он уже с Господом сейчас, но тогда, когда он сильно просто переживал, этот таможник открыл его чемодан, и увидел Библию, и этот мужчина очень сильно начал тревожиться, и он начал так рукой дергать, как будто курочка, и он вдруг начал двумя руками дергаться, и этот таможник смотрит на него, что с ним он спрашивает, я уже не знала, что мне ответить, это зарядка американцев, она сказала, он посмотрел на Библию, таможник, и чья это Библия, он спрашивает, и этот мужчина посмотрел на меня, это Сара на Библию, ответил, это не моя Библия, я подумала, он так просто нервничал, он все-таки продолжал руками дергать, вот так, а он этот таможник спрашивает, кто тебе дал, он на меня посмотрел, Сара, это неправда, я думаю, он так сильно переживал, я думаю, он просто был в шоке, и этого мужчину отпустил таможник, он забрал все в Библию, эту Библию, и отпустил его, и как только он перешел несколько там ярдов, вдруг он падает на колени, поднимает свои руки, и он говорит, Господи, спаси этих коммунистов, и я просто была в шоке, а Ричард уже по другую сторону таможни, он подошел к этому брату, поднял его, тихо будь, сказал ему, ты не можешь так сейчас здесь молиться, это в 70-х годах, и не просто молиться за коммунистов, молись, но не перед ними же, эти охранники, таможенники, они меня взяли, и они меня взяли в тюрьму, и я подумала, Господи, я надеюсь, что они Ричарда тоже взяли, потому что я не хочу здесь быть сама, и я не знала, что Ричард тоже взяли, но я помню в то время, женщина, которая мучила меня, которая пытала меня, она была очень грубой, и в то же время, Бог говорил в мое сердце, я хочу, чтобы ты проявила Божью любовь, говорил Бог мне, покажи любовь Иисуса, и написано, чтобы взять эту броню праведности, что мы верим? мы верим в ту ситуацию, где мы оказались? Мы просто обращаемся к этой ситуации? Мы просто как бы сваливаемся и погружаемся в нее? Либо наша вера в Иисуса Христа неотзависимо что происходит в нашей жизни? Наши глаза должны фокусироваться на Иисусе вера без дел она мертва мы не можем угодить Богу без веры мы должны верить Богу то, что Он начавший дело в тебе Он закончит его но Он хочет чтобы мы не сфокусировались просто на какой-то ситуации не фокусироваться на той проблеме в которой ты оказался может быть какие-то тяжелые вещи ты сейчас проходишь в своей жизни или может проходишь через шторм в своей жизни и не видишь пути из этого но каждый шторм имеет конец ему и после того как Ричард отошел я так почувствовала как будто бы моя вера ослабела опустилась я так черство в своем сердце чувствовала себя я ничего не понимала что происходит вокруг я не понимала почему он должен уйти к Богу я верила что Бог его исцелит до конца я верила что Бог исцелит его и мы много чудес видели мы видели много людей которых Бог исцелял силою своей и мы видели что Божья сила она была явлена людям и я верила Богу но это было положено Богом назначено время Богом забрать моего мужа к себе домой Бог открыл моему мужу наперед и он продолжал говорить любимая я иду домой я буду видеть Иисуса я буду его видеть вскоре но я хочу чтобы ты продолжала работу мы встречались с нашей командой миссии который прямо несколько дней перед тем как он отошел и он всей команде сказал я иду домой чтобы быть с Иисусом я уже закончил свою работу я закончил свой бег и и мое время перехода приближается Иисус меня очень вскоре заберет домой но хочу чтобы вы все знали для команды я хочу чтобы вы все поддерживали чтобы моя жена продолжала нести служение я ему говорила зачем ты так говоришь перестань так говорить нет он сказал я иду домой но не останавливайся стой стой твердо он говорил в том призвании Божьем стой твердо в основании Иисуса Христа не колебайся какие-либо тебе придется предстоять трудности но стой твердо говорил он и после как он отошел было трудно я чувствовала что я была очень черства в своей вере Господи я думала неужели я тебе недостаточно верю неужели мне не хватает веры чтобы поверить чтобы он исцелился и Бог ответил мне его время наш Бог совершенный Бог Бог сказал что он есть исцелен он полностью совершенно исцелен ему не должно больше страдать и наша маленькая внучка месяц где-то перед тем как он отошел она молилась за своем дедушке и она так молилась Иисус забери дедушку быстро домой чтобы он не мучился здесь долго но забери его очень быстро на небо и в течение месяца Бог ответил эту молитву наденьте броню праведности вера может быть как маленькое зерно как маленькое семя не обязательно иметь большую веру но ты можешь иметь веру маленьким зерном вера есть осуществление в невидимом и эту веру мы должны достигать одним путем как эта вера укрепляется в нас через какие-то испытания которые мы проходим какими-то разными проблемами в нашей жизни разными что происходят в нашу жизнь где мы учимся доверять Богу и наша вера она как бы натягивается в этих ситуациях чтобы мы не 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 услабели но чтобы мы выросли как эта женщина в Петербурге она которая мучила меня которая преследовала меня это не было до конца как она закончила и Бог продолжал мне говорить на протяжении всего этого времени пока она меня мучила прояви любовь и посредине грубиянства которое она ко мне проявляла я всегда хотела сказать ты себя так ведешь как просто какой-то зверь она рвала мою блюзку на мне и мужчин приглашала чтобы смояться надо мной я очень униженно себя чувствовала но в то же время Дух Святой укрепил меня в слове и другое это оружие которое мы должны взять чтобы взять этот меч Духа Святого меч Слово Божье взять Слово Божье пребывать в нем и говорить его провозглашать его и когда приходит враг с разными его тактиками чтобы это Слово оно было в тебе и когда ты будешь в Слове есть сила в Слове это Божье Слово много людей бегают на ту конференцию или другую и они слушают от людей чтобы они получили Слово но самое большее Слово которое ты можешь получить это Слово Божье пребывай в Слове и Он тебе даст Его Слово и это будет единственная правда и это время когда Бог проговорил мое сердце и Бог сказал что делит вас от любви какие-то проблемы из Римлян 8 написано там что отделит вас от любви Христа преследование или какие-то трудности преследование голод или нагота и другие там также было и когда это слово нагота это пронисло в мое сердце и я подумала да Господь ты также страдал ты взял жертву ты был насмеян ты был просто понижен ты был побиваем тебя били и намного больше ты страдал кто-либо из человека может и я сказала Иисус помоги мне чтобы все эти вещи чтобы все эти преследования или какие-то трудности чтобы меня не отделили от себя но чтобы твоя любовь пребывала во мне и чтобы моя любовь твоя видна была через меня до этой женщины и я ей сказала я люблю вас и я просто в шоке сама себя привела потому что я услышала эти слова я подумала как я могла так сказать и я обратно открыла и я хотела сказать что она была грубой и обратно слова вышли я люблю вас и она просто изменилась она начала плакать и она разрешила мне пойти в туалет чтобы она уже была со мной только одна и в том же в туалете она на колени встала и начала плакать как маленькая девочка я хотела из тебя выбить этого Иисуса чтобы убить всю веру в тебе чтобы уничтожить всякую религию но я вижу веру в тебе живого спасителя что он жив и эта женщина сказала я также хочу такого Иисуса и она помолилась молитвой и я хочу сказать сегодня она сейчас жена пресвитера и Бог хочет чтобы мы взяли эту броню веры и еще шлем спасения будет враг всякими обманами посылать всякие атаки вещи через что мы слышим что мы видим где мы идем мысли которые приходят нам но Библия говорит чтобы мы надели шлем спасения обновлять свой ум и удалять те вещи которые злы те вещи которые просто бомбят твой разум удалить это от себя обновлять свой ум в Слове Божьем пребывать в Его Слове думать о Нем и говорить правду чистоту и в это время с этой женщиной в моем уме я хотела одно сказать но Бог просто менял мой разум и менял мое сердце также и залаживал свое слово туда и слово его которое выходило не мое слово Божье слово которое выходит и я вдохновляю вас может быть вы боретесь с какими-то разными проблемами и Бог говорит вам сегодня надеть все оружие Божье не какую-то одну только часть и одно из самых прекрасных таких о чем я говорила чтобы иметь щит веры враг может поранить в разных местах разум или разные другие части нашего тела не обязательно убьет человека но он просто атакует если у тебя есть броня враг не сможет пробраться и атаковать через эту броню потому что номер один атака это в сердце и это сразу же насмерть и без этого щита ты можешь быть мертвым ты можешь быть поранен в других местах но броня праведности сохранит твое сердце библия бог говорит чтобы мое слово это свет на моем пути сохранить сердце больше всего и в этот же вечер послеобедника я прошу чтобы вы научились надевать все оружие божие я хочу поблагодарить вам за молитвы я также была атакована на Украине когда я была этим летом я молилась о некоторых людях и ядовитый жук кусил мою ногу он был как скорпион на Украине было знатно два таких разных ядовитых жука и есть даже уже люди которые умерли от этого укусов 29 человек этим летом даже на новостях на Украине передавали и это в полуденной части Украины и один из этих жуков также укусил мою ногу и я не знала что это ядовитый укус через полчаса моя нога просто очень опухлась как в два раза больше и боль поднималась по моей ноге и моя нога становилась очень черствой и я не могла идти на мою ногу и боль поднималась к моему сердцу и пастор со своей женой привезли меня в церковь я там была в церкви останавливалась и они молились о мне и спрашивали буду ли я в порядке и я думаю да я буду окей я буду все нормально но у меня ночью стало хуже у меня поднялась температура у меня все тело горело и я просто поняла что что-то очень сильно плохо и мне начало как бы галлюксинации оно начинает по разуму бьет я не могла думать я не могла да прямо думать и я не могла позвонить там нету связи все что у меня было я могла написать на фейсбук месседж и я написала срочно молиться мое сердце очень сильно стучало и боль была очень сильна и я как только поставила это на фейсбук и я просто плакала от боли и я сказала господь если это твое время чтобы я пришла домой тогда забери меня быстро но если нет тогда подними армию Христа чтобы за меня молились потому что у меня своей силы не хватало чтобы мне не было силы чтобы просто промолиться и я заснула через несколько часов я встала и никакой боли и эта опухоль на ноге она спухла одна женщина с Аляски была со мной тогда в том квартире и она была просто в шоке как резко сошло это пух и это очень сильно боль ушла друзья молитва молитва меняет вещи и я вас вдохновляю молиться о друг друге молиться о том о ком Бог напоминает на ваше сердце молитва меняет вещи это много изменило в моем сердце и много еще изменит и я вас вдохновляю молитесь как ничто другое наденьте все оружие Божие и просто осознайте разные атаки которыми дьявол атакует но что вы победитель ты посел Божий чтобы отражать врага все эти стрелы все эти атаки которые против тебя когда ты будешь во все оружии Божьем ты сможешь противостоять и победить врага и быть победителем в Иисусе Христе Бог благословит Аминь